здравствуйте я татьяна и вы на моем канале который так и называется татьяна кельмяшкина сегодня у нас вам будет коротенькая встреча я отвечу на ваши вопросы тут надо кое-что показать и немножко расскажу о делах вязально все как всегда вижу я кардиган норка по цвету пряжи а почему у меня такой клубочек а мы сейчас к этому вернемся они вот такой вот моточек цвет девочки пишите цвета это не прослушали да я не сказала я ведь цвет говорю когда уже изделие в кадре до руки в кадре изделия начали говорю тогда и говорю цвет 5 4 1 я всем отвечала кто спрашивал цвет 5 4 1 я всем отвечала и сейчас говорю вроде как норка мамочка моя сказала как бы валочка водки были мы с вами решили что это капучино light в общем кофе какао и как бы оно ни было вяжется кардиган почему такой моточек да потому что уже был роспуск и это нормально в общем смотрите сколько связано то я болтаю болтаю а показывать то не показываю обычный реглан сверху то не удивила вас станет ой удивила вот но с нами меком такой на хэвердообразное начало потому что изначально никак классическому реглан очень маленькое количество петель стартово рукаве и удлиненная линия реглан она была бы еще удлиненее почему я распускала в общем вижу я теперь уже не себе вижу этот кардиган сестренки у нас тут обидки прям кровные пошли я понимаешь ли пеструшку ей не дала зажала чернушку зажала кстати огромное вам спасибо просто огромное спасибо за все эти добрые слова которые вы сказали как от я непорядочно сижу в адрес значит чернушки мне очень-очень приятно черной орхидеи предложили назвать но пусть она будет черный бычок я эту значит этот джемпер тоже не отдала а когда не отдавал пеструшку сказал что все что угодно только не пеструшку вот а потом пошел черный бычок я опять его не отдаю все что угодно только черный бычок в этот раз она прям губы надувает и я говорю мама надо прятаться но тем более я себе еще навяжу своеобразной горловинкой такие горловинки и идут хотя я хотела все закрыть так вот закрыться от ветерочка да и такой быть моднёвый и мне пришлось распустить чуть-чуть потому что моя линия реглана и сестренкинская линия реглана это вещи разные и тем более у меня здесь в общем когда я ушла от подреза ушла от подреза дошла до подреза то линии подреза сделала платочкой стала вязать как и планочку как и планочку и для моего размера меня может быть на два на полтора размера больше чем сестра мне нужно было не нужно было я для себя сделала 10 петель чтобы потом разрезы прям на 5 и 5 поделить и у меня вот так бы пошли разрезы представляете да там ближе к шаг простор шага чтобы делать вот ну а 10 петель подреза для линка совершенно многовато я распустила сделала 5 в общем или вообще не будет разрезов или шлицей сделаю как то меня было в кардиган мелодия шлицей вот короче я убавил сантиметра на 2 да я все равно влезаю я просто люблю более просторный или ног любит просторный но простор для нее простор для меня хотя даже если бы связала на себя на все равно взял для нее нет понятия не подошло вязаные изделия если изделие связано руками значит она подойдет в любом случае поясочком поддюдерит там я не знаю двумя поясочками поддюдерит там резиночку вставит тут сделать вижу так и и задумывалась очень умница разумница вот я свяжу может быть даже на себе покажу если в ползу во всяком случае без застежки все это посмотрим вяжется четвертый моток у меня в работе значит как вы поняли здесь будет тоже платочка тянет она не тянет она немножко тянет на меня совершенно не касается сейчас вообще как поддергайки мод вместо спрашивать татьяна вас планка не тянет я отвечаю нет вы дополнительные ряды не провязывать я говорю нет 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 а вот в этот раз она подтягивает но во первых так модно я ничего не будет и во вторых вот так ее если я после стирки она подтягивает пока есть специально не потянешь в общем все мне нравится и какой-то акцент я сделаю на рукавах если обязала себе я мережку сделал замерешила у 1 на одном рукавочке ну прям сразу как только начала его вязать а на другом рукавочке ближе к манжете куда но так как это теперь теперь каждый шаг будем обсуждать нет надо сказать в общем я тебе дам кардиган только если скажешь вяжи как хочешь не люблю я каждый шажок обсуждать тем более я уже так сменила направление в размере но на рукавах что не сделаю или какой-нибудь фрагмент платочной вязки сделаю или замерешу или заплаточу что-нибудь сделаем вот по энтому четвертый моточек вот такой а пятый еще и шо шо нормальненький так а прелесть так а прелесть вообще и главное подходит ко всему беленькому подходит к черненькому подходит а как эти всякие голубые моменты подходят почему я здесь голубые моменты мы сейчас до них дойдем тороплюсь потому что время на съемке у меня сегодня не очень много смотрите как с голубыми моментами мы сейчас как раз на голубые моменты и переходим по вашим вопросам по вашим вопросам мы сейчас пройдемся пройдемся по вашим вопросам очень все идет все идет это хорошо что касается второго процесса южная ночь я продвинул на пару сантиметров но продвинул я вообще хотела погрузиться теперь в южную ночь и не сходить с дистанции чтобы он стал основным процессом это так фоновым но когда пришла сестренка увидела значит у меня кардиган а встречаемся мы сейчас редко потому что живет она далековато и ее прям такой знаете вот вопрос исключающий отрицательные ответы но это то хоть надеюсь мне вяжется я не дрогнув мускулу конечно но кому же еще конечно если бы сейчас выйдет этот ролик больше я в эфир выхожу если больше в эфир и не выхожу сестра увидела тролль а кто довязывать будет ленок а кто довязывать ты так что уж ты поаккуратней со мной пожалуй аккуратней до начала себе но я же согласилась тебе вода те тебе высвяжу вот пока новых процессов начинать не буду потому что у меня сейчас основной будет процессик норка кофе латте капучино как мы счет назвали я не помню так а ведь я на вопросы перешла дам патент пришла на вопросы значит значит после того как я показала черный джемперок различных образов мне мне и и значит про сумку несколько вопросов и я сейчас ко мне стали поступать вопросы про сумку я сейчас если все комментарии прочту может что-то не найду не найду вот я самоделкина под ником значит добрый зритель хочу спросить откуда такая замечательная сумка под джинсы я ответил что просто купила в простом сумочном магазине речь идет вот про эту сумку но где-то у меня девчат просто поверьте на слова я стараюсь выполнять роль скрину а это инстаграм в общем если я найду в инстаграм сейчас уж не полезу то вставлю скрин если не найду то скрин не ставлю наталья наталья мой замечательный зритель попросил показать сумку серо-голубую я так думаю про эту вот идет речь я сказала что в ролике значит что да это в инстаграм потому что я ответила завтра выйдет ролик про джемпер а он уже готов я сняла в следующем ролике покажу девочки я не знаю чем она так вас взяла это вот сумочка которую я простом магазине какой-то большой какую-то сумочную лавку зашла это было очень давно и там честно говоря я купила сначала вот эту сумку сейчас все по порядку но она такая уже затрепулинская что просто ее показывать стадоба я ее так еще для держу для фотографий мне нужно было я не люблю вот эту как сказать все светящиеся все блестящее я не люблю но когда я что они там костюмчик купила который поблескивает вот значит какой-то там лампасины и сверху снизу мне нужно было что-то подобное и я взяла вот там где поблескивает обувь такую не приемлю то будет такой полноя как то на мне не идет вот этот поблескиваю я купила но я сразу спачкала сразу я постирала в машинке естественно и после так как постирал от эти пышные ручки которые очень пышные были они сразу как-то стали непышными но не успела я значит вы она как-то вид потеряла хотя я стираю сумки очень часто если они кожи если они тряпичные Это тряпка. И, значит, только я вышла опять, я ее испачкала, только я вышла опять, испачкала. Но она все равно так, если ее набить, она так подо что-то подходит. Вот. И сейчас, кстати, я ее опять испачкала. Я не знаю, будет видно или нет. Это уже совершенно не отстирывается. Поэтому, когда фотографируются вот этим уголочком каким-нибудь блесной, ладно. Вот. И когда я, совершенно случайно, уже полюбив эту сумку, уже ее всю из гвоздов постирав и так далее, зашла в магазин и увидела точно-точно такую же абсолютно сумочку, хотя я любительниц таких мягких, огромных сумок, типа банан, говорит, куда они делись, я не знаю, я такие сумки люблю. Я сразу схватила. Вы знаете, рядом стояла розовая сумочка. Точно-точно такая же. Я розовую не люблю, вот эти вот яркие, кричащие, барбинские цвета. А это припыленая, припыленая роза, которая сейчас очень-очень в пряже у нас, во всяком случае, модная. Вот спросите, почему я не взяла сразу две. Тоже, ну куда уже, думаю, еще серая, синяя. Здесь я подумала не столько про джинсы, хотя она действительно подходит, если я в джинсах, то я в ней. Любой акцент, абсолютно любой. Вот, например, у меня, я почему-то ее под рыбку брала, хоть кто под что. Таня, у меня всегда на кольцах болтаются какие-то там подвески. Не знаю. В общем, голубая рыбеха у меня есть. И, понимаете, мне достаточно, если голубая рыбеха болтается на ухе, сумка болтается в руке, я уже такая вся модная девка. Вы вообще кого из меня делаете? Вот скажите, пожалуйста. Значит, бьюти из меня не получилось, бьюти-блогерша. Так вы из меня, значит, делаете энту, как ее. Фэшн-блогера. Я ведь и в этом не сильна, девчата. Ну, а знаете, как-то потихоньку-полегоньку увидела я, например, в Васильке шарфик. Зачем я так оскорбляю палантин? Палантинчик легкий, легчайший. Я его показывала в обзорах. У меня там же были красные расцветки и синие расцветки. Нет, синих не было. Ну, какой-то оранженький, все. Я сразу опять подумала про эту сумочку и взяла. Понимаете, у меня сразу я уже как-то это. Если не на шее, то просто завязать даже на сумку. Сейчас, что я этого делать не буду. То просто завязать на сумочку, это модно, да? Это тоже будет как-то чего-то там, какая-то весюлька по делу. Все под настроение, все под настроение. И так потихоньку собирается палантинчик к кулончику, кулончик к сумочке. В общем, я обычно ни о чем не жалею абсолютно по жизни. Сделала-сделала, не сделала-не сделала. Ну, такие розовые сумочки. Я на следующий день поехала, ее нет, нет, народ не дремлет. Такая пыльная розочка. Вот. И эту я стараюсь не стирать, но во всяком случае она и не пачкается. Если серая, многострадальная, она уже просто вся у меня как-то зачухалась. С первого дня. У меня где-то где только не носит, где только не носит. Вот. Это молодец, пока держится. Тут протру, там протру. В общем, все потихонечку. Вот ее поближе показать. Вы просили. Я сейчас опять напишу. Вы сами что себе сочиняете вопросы? Да, да. Я создаю аккаунты. И сама себе вопрос. У меня прям одна такая имя интересная. Девушка прям преследует меня такими комментариями. Все ей не так. Вижу я не так. Сижу я не так. И сама себе вопрос сочиняю, на которые отвечаю. Вот. Она тоже из ткани. Ой, она та розовенькая. Ни о чем не жалея никогда. Но думаю, дура, дура. Чего не купила? Дура, дура. Вот. Дно вот некрасиво. Такое дно я не люблю. Это уже вообще не мое. Я стараюсь дно никому не показывать. Ну, вам-то надо же показать. Вот такую бы сумочку, такую расцветку под животных. Все, я не люблю. Я не беру. Вот. Прелесть прелестная. Ручки такие мягенькие. Ой, такие хорошенькие. Такие хорошенькие. Стирать не буду ее. Не буду. Ну, хотя ткань другая. Там какая-то баллоневая, а здесь какая-то как... Я не знаю, показать-то, что в кармане Ваня тащит, блин. Ой, как иногда полезно-то. Как иногда полезно заходить-то в свою сумочку-то. Так, ладно, таблетки пусть никому не мешают. Там один отсек, второй отсек и замочек еще один. Она такая как буханочка. Я эти сумки так и называю буханочки. Вместительные, кстати. Очень вместительные. Таня, покажите сумку. Покажу, обещала. Замочек здесь. Замочек, конечно, любую интереснее. И замочек здесь. Все. Показала? Показала, показала, показала. Историю с серой сумкой рассказала. Не выкидываю, все равно не выкидываю. Я таких вот палантинчиков, если наложить, буханочек красиво сделать, то для фотографии еще в каком-нибудь изделии она очень даже пойдет. Но розовый не купила. Дальше едем. А дальше я создала себе еще один аккаунт. И с него задала вопрос. Татьяна, мне показалось, если у вас змеокулька стоит с подпорками. Они нужны? Потом я, значит, отвечаю, что да, они вроде как и не нужны. Пока он был молоденький, пока он был хорошенький. Речь идет про змеокулькус. Поэтому он так главный герой у меня стоит. Но по мере того, как он разрастался, и, значит, веточки у него направо-налево, вот если он стоит в таком уголке комнаты, где его никто не трогает, и стоит он стоит, подпорки не нужны. Но так как я его таскаю на съемке, это же он здесь не стоит в проходе между комнатой и кухней, вряд ли он будет стоять. Но как пятно при съемках видео, здесь он частенько стоит, меняясь на... Молочай треугла, гранный. Я поэтому, когда его таскаю туда-сюда, туда-сюда, мне досталась одна веточка, одна дломилась, другая веточка отвалилась. Думаю, ну сколько можно цветок мучить. И я так и написала, что подпорки вроде как не нужны, но так как я его таскаю туда-сюда, и ветки уже стали такими раскидистыми, я эти подпорки сделала. И меня попросили, можно поближе показать подпорки. Спасибо большое за ответ. Поближе подпорки. Значит, я его не подниму. Я, наверное, сейчас вставлю, но чуть попозже, кадр, где покажу эти подпорки. Хотя, знаете, у меня одна подпорочка стоит у как раз треугранного молоча. Сейчас я ее вытащу. Земелька будет трясти, да? Ну и ладно. Все ради тебя, добрый зритель. Так, в магазине «Маяк» или «Светофор», правда не помню. Ну вот в магазине такие а-ля оптовые склады продавались вот такие. Они называются металлическое. Чего-то там для томатов, для подвязывания растений. Там толстая проволока, там стопудовый металл. Хотела на балдыжничек снять, у меня не получается. А сверху такая вот пластмассовая, зелененькая. Ну, очень, мне кажется, здорово томаты подвязывать. У меня это правда земля. Вы что думаете, я шучу? Я сейчас опять... У меня молоча трехгранный, в некоторые веточки прям-пряменько, а она как-то стала клониться. Вот. И я без подвязки, без всего просто воткнула, чтобы... Может, потом подвяжу. Вот такие штуки. Продаются они по пять или по шесть. Ну, в общем, «Светофор» или «Маяк». В «Фикс Прайсе» такие тоже были. Но у меня «Фикс Прайс» не по пути, не совсем по пути, а как-то меня занесло в маяк «Светофор». И так как у меня вот он кажется кругленьким, этот горшок, на самом деле он такой, как четырех, немножко сплюснутый. И такие условные уголки у него есть. Я вот эти подпорки в уголочке навтюкала, а между ними протянула ниточку, связала из зеленой пряжи цепочку из воздушных петель. И между этими, это прям обогну, да, следующий обогну, да, следующий. И листочки немножко как бы в домике, что ли. Нет такой рассыпучести. Рассыпучесть – это очень красиво. Когда большая комната, вот будет, когда у меня большая комната, и будет стоять, цветок не трогать, никакие там подпорки не нужны. Он так свои силы. Я говорю, я его таскаю туда-сюда, туда-сюда. Он уже прям человеческим голосом заговорил. Таня и до Коли. Вот такие, значит, пять там, по-моему, было. Четыре ушло туда, или пять, или шесть. Я же не помню. Покажите поближе. Все, девчонки, все по-взрослому, все показала. Пойду опять в Трёхгранму и пойду сниму, чтобы было ясно. Ну, прям от одной, как вот, знаете, забор. Представляете, от одной деревяшки к другой деревяшке у меня ниточка. Деревяшка. Ну, железка, ну, зеленка вот эта вот. Все. Вот зелененькая штучка. Обмотала одну подпорку и идет к следующей подпорке. И вот эти не дают тяжелым листикам, тяжелым веточкам, как бы нагнуться больше, чем они могут нагнуться. А вот, встречайте, у нас новенький листочек, новенькая веточка. По цвету она очень сильно отличается от стареньких. Так, и очень своеобразная просьба еще одна. Татьяна, не могли бы вы на очередной радио Тане взять черного бычка и просто показать на просвет, видна ли ладошка. Вот хоть сме... Я не смеюсь. Хоть смейтесь, хоть нет, но мне это очень важно. Мне не сложно. Значит, мой черный бычок. Ладошку на просвет. Как сидите, говорит, в кресле, так покажите ладошку на просвет. Оно просвечивает. Сейчас мы с вами две ладошки. Вот. Как-то так. Девочки, все, что хотите. Все, что хотите. Красит. И стирала, красила. И полоскала, красила. И когда ее поносишь... Я аж форсила, и сейчас пойду опять. Когда поносишь... Вот тут у меня какой-то... Вот откуда есть хлопок и бамбук. Но вот какой-то здесь вот... В местах хлопцевого сгиба пушочек черненький собирается. Надо его потом отшурупывать. Я так, что ли, на просвет это сделала? Девчонки, с вами не соскучишься. Сегодня вообще радиотанец. С вами не соскучишься. Почему ладошки-то? Потому что... Вот. Еще раз спасибо за все добрые слова, которые... Как я хотела эту... Действительно, на одном дыхании связалась. Просто я хотела базовую модельку, я получила базовую модельку. И деловушечка. Хожу такая вся деловушечка. Так, все. Девчонки, на сегодня это все было. Спасибо вам огромное. У меня мысли вообще уже заняты следующим днем. Я очень надеюсь, что сейчас смонтирую этот ролик и выставлю его. Потом, я надеюсь, расскажу про кардиган. Хотя бы про начало. А может, просто опять встретимся по калякам. Я не знаю. Сейчас сама себе не принадлежу. И поэтому загадывать не буду. В любом случае, наша коронная я произношу. Спасибо за внимание. Спасибо за добрый комментарий, за добрые слова. И до новых встреч. А они обязательно будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.